Иное измерение русской культуры. Викинтий Викинтьевич Вересаев «За права!» Читает Евгений Бразов-Брышковский. Однажды в августе я ехал на велосипеде по Петербургскому шоссе. Ехал я с утра и порядком приустал. Солнце стояло высоко и пекло, но по мелким и чахлым перелескам, по болотистым луговинам полз еле видный туман. Плоский горизонт был затянут дымкой, а в душно-теплом, сыром воздухе проползали струйки гнилого холода. На краю большого торгового села стоял трактир. Я подкатил к нему и вошел. В просторной, низкой комнате было прохладно и пусто. Посетителей не было. Только у окна сидела за чаем молодая бабенка с круглым румяным лицом, а возле нее на стуле лежали палка и узел. По комнате маленькими шишками расхаживал содержатель трактира, низенький человек с короткими ногами, а у стойки, облокотившись о выступ шкафа, сидела его пухлая и толстая жена. Все трое разговаривали, но когда я вошел, замолчали. Я заказал себе пару чаю, выпил водки и, сев к столику, развернул свою сумку с припасами. Молодая путница с детским, пристальным вниманием следила за тем, как я резал икру, как намазывал ее на хлеб. «Я, барин, не буду говорить, а что я думаю?» заговорила она, широко улыбаясь. «Как увижу я эту самую икру, так у меня слюна и пойдет. Знаете, в лужах, где лягушата водится, много яичек таких наложено. Увижу икру. Сейчас мне это и вспомянется, и уж вот так-то противно станет». Лицо у спутницы было наивно глуповатое, но удивительно открытое и располагающее. Говоря с ней, невольно хотелось улыбнуться. «А то попробуйте», – предложил я ей. «Нет, барин милый, нет. Вот выложите вы мне сейчас 25 рублей и скажите «Настасья, поешь икры?» «Не стану есть, ей-богу. Сейчас лягушки вспомнятся». «А ведь есть, которые и лягушек едят», – обратилась она к хозяйке. «Ей-богу! Вон студенты в Петербурге. Они тебе какую хочешь лягушку съедят. Ничего, ничего для них нет святого. Около конки книжку продавали. Конец света 15 ноября. Что же это такое? И кто же это выдумал? Не иначе, как эти самые студенты. Потому что для них ничего, как есть, нет. Свет и свет. А на свете ни грехов, и ничего для них нет. Блуд, плотоугождение – это тоже для них не грех. Да-да, запретили им эту книгу продавать. Сейчас же выпустили другую. Конца свету не будет. Вот. А теперь все в календарях пишут, что будет всемирная война. «Ведь это просто ужас, и что такое?» – вздохнула путница. «Что не наесть, а придумают, и никакого нам спокоя не дают». И она с огорчением оглядела нас своими ясными, наивными глазами. Сразу было видно, что душа у нее нараспашку, и что любому желающему она всегда готова выложить ее во всей полностью. «Правда ли, нет ли, а сказывают, что и впрямь война будет?» – отозвалась хозяйка тонким голоском, странно звучавшим из ее огромного жирного тела. «Сказывали, послал царь гонца в Англию, чтобы воевать нам с ними тридцать лет. Те запросили уступки, чтобы только десять лет воевать, и порешили на том, чтобы воевать им пятнадцать лет». «Дура! Вот дура!» – презрительно произнес хозяин, и, усмехнувшись, взглянул на меня. «Так не воюют на сроки! Как победят неприятеля, то и заключают мир!» «А что, милые мои, как войну объявят, чай и запасных солдатов погонят?» – спросила путница. «Бог даст, и моего тогда хозяина возьмут!» Она скорбно задумалась. «Господь с ним, пускай угоняют! Может, легче мне станет, покой будет, а то много он у меня беспокойств делает!» «В Питере он у тебя?» «В Питере, голубчик, в Питере! Иду вот к нему добывать свои права!» Торжественно произнесла путница. «Обижает?» «Уж так обижает, что и страданий больше нет на свете! А раньше-то мы хорошо жили с ним в деревне, взяли его в солдаты, в кавалерию, отслужил срок, воротился домой и захотелось ему в люди идти». Сказался отцу. Отец ему так ответил. «Кому дома тесно жить, тому ничего не будет. Пусть с одним крестом идет!» Уехали мы в Петербург. Поступил он в кучера. «Как кончился срок к паспорту, стал он меня в деревню назад отсылать. Куда ж я, говорю, поеду? При чем там буду? Ведь отец ничего тебе не дал!» Никаких резонов не принимает. «Прямо в морду!» «Уезжай!» «Прочь!» «Как так?» «Нет, говорю, милый мой!» «Мы с тобой по закону живем, а не как-нибудь!» «Я с тобой поп к вечной совместной жизни благословил!» «Так нельзя!» А он дерзкий такой, неспокойный, такая колотушка, что, Господи Боже, бьет день и ночь, просто увечит меня. Девок стал к себе водить. Мне ни копеечки не дает. Что же это такое? «Уж я его срамлю, я его срамлю!» «Как тебе не стыдно мне, бедной жене, полусапожек не купить?» «А тебе жена законная, а без полусапожек хожу!» Вот раз ушел он. Думаю я, что мне делать? Ничего он мне не покупает. «Ах ты, Господи Божь!» Отыскала ключ, да и вытащила десять рублей. «Что же он?» спросила хозяйка. «Что ж, он ничего сказать не может. Сказал бы, так я бы ему такое показала. Мало люди, что ли, учены, они тебя и не так еще обчистят, хороводься больше!» «Они не обчистят, они меня так любят». «Так?» «Уж, пожалуйста, не ври! Эта жена может в союзной жизни не считаться, а чтобы баба всякая! На что ты ей так-то нужен будешь?» Но, однако, стал он меня после этого еще пуще бить. «Да что? С ножом на меня набегал! До того и забегал, до того и забил, что нет моей мочи!» «Тут люди, которые видели мои обстоятельства, научили меня лично подать прошение в канцелярию его императорского величества по семейным делам!» «Вызвали нас!» «Вышел начальник, поспрашал и говорит ему, Семену-то моему!» «Самое лучшее, что я вам могу посоветовать, дайте подписку мирной жизни!» «Нет, — говорит, — я такой подписки дать не могу, потому знаю мой характер!» Спрашивает меня. «Ну а вы чего от вашего мужа желаете?» «Я, ваше высочество, желаю от моего мужа одного, совместной жизни! Ну а если такое невозможно, то дайте мне... Об одном я буду просить, ваше высочество. Дайте мне, отдельный патчпорт!» «Посмотрел на мужа, — говорит, если вы не согласны дать подписки на мирную жизнь, вы, люди молодые, могли бы обойтись...» Семен молчит. «Ну тогда нам придется выдать вашей супруге отдельный вид, и тогда уже вы, да не я, не касаемы!» «Мне, — говорит, — это все равно, а только я ничего не потерплю от своей супруги. Ежели что замечу, я ее изведу. Сам в Сибирь пойду, а уж не потерплю. А позвольте, ваше благородие, можно мне через семь лет жениться?» Это, говорит, очень важная суть. Есть, правда, такие миллионщики, которые этого достигают, но тут большее все от вашей жены зависит. «Как, значит, получила я отдельный патчпорт? Не дает мне Семен с собой жить? Зачем его осрамила? На место поступишь, скандалами изводит». Ну, выехала я на Черную речку, сняла чистенький угол и стала на фабрику ходить. А хозяевам сказала, «Вот, хоть и замужняя, а отдельный патчпорт имею. Если муж придет, вы его до меня не допускайте». Месяц живу, другой. Пошла как-то в мелочную лавочку, селедки купила, хлеба, иду назад. Смотрю, по панели он бежит, весь красный. А я уж к воротам подхожу, у ворот дворник стоит, посередине улицы городовой, подбегает ко мне, а в руках нож острый. «Кланишься», говорит, «Вот сейчас здесь мне в ноги». «Я тебе поклонюсь, я законы знаю, но только спрячь Христа ради нож». Стоит, глаза таращит, я ему опять говорю, «Спрячь нож, а потом я тебе сделаю все, что ты пожелаешь». Опустил нож кармана, сам говорит, «Кланися». «Послушай», говорю, «пойдем ко мне в комнату, там я тебе поклонюсь. Неужели же ты хочешь, чтобы я здесь тебе на улице кланялась и чтоб народ собрался на нас смотреть?» «Раз меня по морде». Тут городовой дворник подбежали, я им говорю, «Возьмите ради Христа, у него открытый нож в руке». Сейчас у него ножик отобрали и в участок. И тут я его пожалела. «Пожалуйся я, предъяви свой отдельный патчпорт, его бы в 24 часа выслали из Петербурга». А я пожалела. Но тут, как увидел он это, приказал мне наутро к 9 часам к нему ворочаться. И опять стало мое дело при мужу жить. Только вот, что он мне сказал. «Ну, хорошо, мы можем сойтись и жить, но если ты что будешь ерундить, то я тут же могу тебе сказать, ступай, не хочу». это значит, что как уж он со мной не поступай, а я все терпеть должна. Хорошо. Стали мы жить. И начал он меня издевательствами изводить. Ни копейки опять ни на что не дает, смеется. «Ты, говорит, женщина молодая, в соку, с отдельным патчпортом, как же тебе самой себе не заработать?» А я стала хворать. Двугребенного не дает на лекарства, а сам рубли швыряет. Вижу, плохи мои дела. Кое-как сколотила копейку и уехала в деревню. Живу, поправляюсь. И что же вы думаете? Девять месяцев жила, и ничего он мне не шлет, не пишет. Это муж-то, супруг законный. А как приехала назад в Питер, у него уже тут всякие-всякие не могу и смотреть. Так обидно, даже тошно. Юбки всякие, кофты понавешаны в квартире. Вот он вышел, я все забрала да в плиту, а чтобы гарью не пахло, форточку открыла. Хожу, кутаюсь. Приходит, я ему говорю, как у вас скверно пахнет. «Известно», говорит, «не одеколоном, вокруг лошадей тремся». Увидел, что платьев нету. «Куды дело?» «Отстань, пожалуйста, я и не видала». «Тут я и начала, и начала. Ты что это, говорю, делаешь? Ты из двух законов кровь пьешь? Господи ты, боже, и до чего ты человека допустил? Ничего мне не остается, как руки на себя наложить. Повешусь, да и все тут». «Зачем же дело стало? Веревок много». «Я плачу, заливаюсь. Господи, и кто же перед тобой мои грехи за меня замолит?» «Я, говорит, замолю». «Ты? Нет, ты не можешь. Жена замужа действительно может. И какой бы грех ни был, стоит жене пожалеть, и она всегда замолит, а ты не можешь. Ну, вот что, хочешь?» «Последнее пытаю. Поедем к отцу Иоанну Кронштадтскому. Пусть он нас с тобой рассудит». «Ну, что ж, Иоанн Кронштадтский, он действительно. Но только мы и без него все знаем». «Вот, этим самым словом и ответил», со страхом произнесла путница. «Что же это такое? Ведь это просто ужаси, что такое». «У тебя, говорит, отдельный патчпорт. Ты женщина свободная, и до меня не касаемая». «Нет, я говорю, милый, Бог выше патчпорта. Это ты мне не говори. Нас с тобой законно Бог связал. Ты меня и после патчпорта соблазнял к совместной жизни. У меня на это свидетели есть». Так три раза от него я в деревню уезжала. И опять набегала, думала, возьмет его совесть, одумается. Только нет. Стала я тут к гадалке ходить. Хочу узнать, что у меня от мужа будет. Раскрыла она книгу, смотрит. «Вы, говорит, замужем. С мужем хорошо живете?» «Нет, плохо». «Плохо. Он дерзкий. Водку пьет?» «Пьет». «Он у вас как лев». «И ведь это сущая правда». «Потом говорит, он не с одной живет, одна у него в отъезде». «Как подумала, так и это правда. Я-то сама и была в отъезде, а больше и некому. А тем я на нее обижаюсь, что была я у нее два раза, а по шестьдесят копеек денег платила. И ведь все уж ей досконально известно. Видит она, что мучаюсь. Почему же она не сказала, есть мне приступ к Семену или нет?» Путница подперла руками грудь и скорбно задумалась. «Вот уж два года я так живу», снова заговорила она. «Жена, не жена, и не известно, что я такое. Поверите, так меня это вот тут-то мучит, чтоб руки бы на себя наложила, кабы души мне не было жалко. Погибнет она, как червяк, да что, хуже червяк, потому червяк погибнет и все тут, а за погибшую душу ангелы и я хранители будут горько плакать вековечно. Так-то они песни, стихи поют вековечные, но как с душой что приключится, то им плохо. Скажем, к примеру, убийц души, удавец, пескунцов. Что это такое пескунцы, спросил я. А пескунцы это, милые, выкидышные дети, которые после шести месяцев, знаете, как теперь женщины, особенно по городам, все больше норовят выкидывать. Если выкидыш, покуда дух в ребенка еще не вселился, значит, до шести месяцев, это ни по чем не считается. А если после шести месяцев, то терпят они муки всякие, покуда родители не помрут и Богу не дадут ответа. Ну хорошо, как они скоро помрут, а ведь есть такие, что до ста лет живут. И чего только тогда младенец не примет? Путница замолчала. А только не могу я больше терпеть. И вот что я надумала. Как приду в Питер, куплю я кухольный нож с острым концом и отправлюсь к нему. Выжду, когда он уйдет, конечно, сторожу на чай дам, чтобы ничего не говорил. А можно так, чтобы и сторож не знал. И такие ему фундаменты подведу, что только держись. Путница воодушевилась. Проберусь к ним в комнату да залягу под их постель и буду до того выжидать, пока они придут, улягутся и настанут тихие часы. Тут я и начну выбираться. Если и стукну, так что ж, ведь спят все. Выберусь и сделаю настоящее сражение. Ее заколю, а его оставлю и потом пускай со мной что хотят делают, все равно его обвиновать от. Она замолкла и с торжествующей улыбкой оглядела нас. Я спросил, зачем вам все это делать? Он вас не любит. Вы вот тоже рады будете, если его угонят в солдаты. Паспорт отдельный у вас есть. Что же вам еще нужно? Пускай живет как хочет. Вам то что? Нет, милый, нет, с сожалением возразила путница. Нет, я этого не могу. У меня есть свои права. Он должен закон соблюдать. А то что такое? Вдова не вдова, и всякий может меня обидеть. Кабатчик с предубеждением оглядывал путницу. А не иначе, бабочка, что есть в тебе какая-нибудь порча, калемуш тобой брезгует. Нет, милый, это я тебе как на духу скажу, нету никакой порчи. Вот вся я тут перед вами, сами видите, молодая, телестая, красивая, как бы брезговал, так не бегал бы за мной с ножом, не высматривал. А я вот про что думаю. Последний раз сказал он мне, я знаю, что ты мне жена, и жену я ни на кого не променяю. Я может всю эту шушеру к утру выгоню и жену приму. А только дал я за рог перед Богом и не отступлюсь. Три раза ты меня покидала и решил я три года к себе жену не подпускать. Как ты мне жена, то должна была ты от мужа все стерпеть, а теперь нечего. И вот я все думаю, как это, ведь верно. путница пригорюнилась и уставилась в окно. 1902 год. Читано по изданию полное собрание сочинений Викентия Викентьевича Вересаева. Том 2 Санкт-Петербург Издание Товарищества Маркс 1913 год.